Скорпионы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и в данном видео я для вас снимаю ваш Таро прогноз на последующую неделю. Будем с вами смотреть и анализировать период с 23 по 29 августа 2021 года. В работе у нас сегодня два интересных инструмента, это Мэтхау Старо, Евгения Вининского и вспомогательный Оракул Тайной Любви. Карта поставила перед вами, потому что зачастую спрашиваете, на каких инструментах работаю, хотя вроде бы всегда в начале видео озвучиваю, что за колоды в работе, но почему-то эта информация пролетает мимо вас. Поэтому так уже нагляднее, чтобы вам было понятно и видно. Итак, настраиваемся на работу, подумайте о этих ситуациях и задачах, которые вас беспокоят, и будем смотреть, к чему же вам готовится. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ой, Скорпион, у вас здесь на самом деле прекрасная неделя. Семерка Пентакли это пожинать плоды вашего труда, либо то, к чему вы готовились. А четверка жезлов и тройка жезлов говорят о том, что вы готовились к празднику, отдыху, восстановлению, построению семейного бизнеса, новым связям, новым возможностям, восстановлению взаимоотношений с родственниками. То есть здесь это то, что вы делаете на перспективу. То, во что вкладываетесь, то, что приносит вам радость, удовольствие и такой вот эмоциональный подъем. Но давайте обо всем поподробнее. Итак, если мы смотрим сферу взаимоотношений, и вы на текущий момент свободны, то, как показывают здесь карты, здесь вам может понравиться человек, причем неважно, кто меня сейчас смотрит, мужчина или женщина, но вы должны понимать, что здесь будет очень серьезная конкуренция, потому что здесь нужно будет привлечь внимание своей непосредственностью, своим подходом, своей какой-то неординарностью для того, чтобы восстаровать эти взаимоотношения. А вы понимаете, что для вас это, знаете, обременительно, потому что восьмерка кубков это желание уйти, отойти от этой ситуации, чем за кого-то бороться, знаете, лучше как кто-то завоевывает меня. Вот так вы считаете здесь по ситуации. Для тех, у кого сейчас на данном этапе жизни любовные треугольники, то есть вы состоите в каких-то нестабильных для вас связях, то здесь как раз видите осознание, желание уйти. Давайте смотреть, почему. Ну, потому что, видите, по шестеркам мечей вы понимаете, что человек попусту тратит ваше время, что в любом случае эти отношения будут непродолжительными, неперспективными, и этот треугольник вам, знаете, уже порядком подадает. Почему? Потому что после таких отношений вам постоянно приходится себя подлатывать. Ну, как-то, видимо, подустали вы от текущей ситуации. Ну, посмотрим сейчас, как будет отыгрываться ситуация для тех, кто находится в стабильном союзе. То есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Так, здесь по пятерке мечей это зеркалить друг друга. Какие-то конфликтные ситуации, как, знаете, один другого глупее. Один делает, как-то ведет себя некорректно, второй зеркалит и возникает конфликт. По пажу жезлов это акцент на том, что коммуницируйте, больше общайтесь, проясняйте, кто чем недоволен, не замалчивайте обиды, иначе это разрушает не только вас изнутри, но и ваш союз. Если же будете коммуницировать и общаться, то по тузу Пентакли сможете найти подход друг к другу и наново выстроить взаимоотношения в новом формате, более качественном и в более продуктивном. Хорошо, смотрим теперь с точки зрения работы. Какова у вас здесь ситуация? Для тех, кто на данном этапе своей жизни не работает. Вы в декрете, вы не работающий пенсионер. То здесь, как показывают арканы, туз кубков. На самом деле зона комфорта. Почему? Потому что вам постоянно кто-то протягивает руку помощи. Здесь может быть как и дотация там со стороны государства, так и в принципе, видите, как жить на отложенные деньги и помощь со стороны членов семьи, поддержка, семейный бизнес, либо еще какие-то нюансы, которые вас вытягивают постоянно на поверхность. Для тех же, кто на текущем этапе находится у нас в статусе соискателя, то здесь по двойке мечей может идти ряд предложений интересных. И вы действительно здесь будете сопоставлять, сравнивать, что для вас лучше, хуже. Почему? Потому что по семерке жезлов не хотите каких-то ограничений. То есть, чтобы были перспективы карьерного роста, финансового роста. Но могу сказать, что здесь трудоустройство проходит. Потому что сила, это приложить здесь максимум усилий. Воспользоваться чьей-то помощью для того, чтобы эту работу получить. Хорошо. Смотрим и анализируем для тех, кто у нас сейчас является наемным сотрудником. Как для вас будет открываться текущее положение вещей. Император. Десятка кубков. Но здесь вопросы повышения, увеличения дохода. Поэтому здесь все стабильно. Я не вижу каких-то нареканий. Здесь все замечательно. А для тех, у кого свой собственный бизнес правосудия. Это проверки. Это может быть критика. Как со стороны коллег, так и ваших оппонентов. Ну, с целью каким-то образом немножечко вам насолить. Но, тем не менее, девятка кубков. У вас все под контролем. И более того, у вас ней ум. Потому что девятка кубков это и карта эмоций. Но, видите, здесь вы прячете свой стратегический подход. Либо ваши планы, либо ваши цели, ваши идеи. Поэтому, на самом деле, здесь все замечательно. Прибыль есть. Работа в радость, удовольствие. Здесь все в порядке. В плане состояния здоровья. Обращайте внимание на опорно-двигательный аппарат. Не перегружайте свои связки. Особенно, если вы хоть и профессионально, не профессионально занимаетесь спортом. Знаете, как не усердствуйте. Делайте это после разогрева. Иначе здесь могут быть, знаете, как растяжение, вывихи и прочие не совсем приятные моменты. Так, что у вас здесь в негативе? Колесо, фортуны, дьявол, двойка мечей. Как кардинальные перемены, которые от вас не зависят. И вы на это не можете повлиять. И вас это дико выбешивает. Потому что колесо, фортуны, дьявол находятся в созависимой ситуации. По двойке мечей. Но повлиять на нее вы не можете. Еще здесь может быть вопросы крупной прибыли. Но прибыли не совсем легальные. С которыми еще вам придется делиться. Вам это не особо хочется. Но по четверке кубка вы будете как загнаны в угол. Особо выбора здесь нет. Почему? Потому что если вы этого не сделаете. Именно в плане поделиться со своим ближним. Вам могут быстренько подрезать крылья. Ну, воспринимайте это, конечно, все это утрировано. Но тем не менее. Здесь такая ситуация, когда... Ну, вот, знаете, как заложник ситуации. Хорошо. Совет по этим картам. Двойка Пентаклей. Это, знаете, как умеете в себе совмещать двоя. И темное и светлое. Две личности. Несколько направлений. То есть успеть все и сразу. Потому что двойка Пентаклей это умение адаптироваться к ситуации. Более того, по королеве мечей. За счет аналитического ума. Стротического подхода. И самое главное. По тройке Пентаклей. Благодаря тому, что вы умеете четко знать, в каком направлении вам нужно двигаться. Кстати, эта неделя будет очень продуктивна для работы. Новых контактов. Новых связей, которые вы можете здесь завязывать. Потому что это в перспективе станет, ну, как вашим прорывом. Вашей идеей. Либо поддержкой чьей-то вы здесь можете заручиться. Для продвижения по карьерной лестнице. Для построения бизнеса. Ну, в принципе, для трудоустройства на работу. Ну, давайте анализировать. Что у вас здесь в плане неожиданности. Что там за болото и трясина. Болото, контакты, карнавал. Болото, ну, это знаете, как рутина жизни, которая вас затянула. И здесь в большей степени это проигрывается для мужчин. Вот вам ваша блондинка подаст здесь руку помощи. Вытянет вас из этой ситуации. Потому что контакты, карнавал, это знаете, как устроить праздник жизни. С вести нужными людьми. Оказать помощь, поддержку, протекцию в решении ваших вопросов. Знаете, жизнь налаживается. Вот об этом вам говорят карты. Соответственно, просто идите навстречу. Если кто-то вам пытается здесь оказать помощь, протекцию в чем-либо, в каких-то вопросах. Не отказывайтесь. Потому что открывая у вас даже одну колоду помощь, в которой вы нуждаетесь. Поэтому все для вас складывается наилучшим образом. Самое главное это увидеть, развидеть и вовремя сориентироваться по ситуации. Поэтому вот так. Как всегда, все негативные аспекты мы для вас перекроем позитивными. Чтобы для вас открылись лучшие возможности, лучшие перспективы. Чтобы были, в принципе, благоприятные у вас перемены по судьбе. Вот то, к чему вы стремитесь. Ну и пусть эта неделя порадует праздником жизни. Ведь это тоже немаловажно. Вот таким для вас выходит расклад на эту 7-дневку. Если расклад понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши комментарии. Для тех же, кого интересует вопрос обучения на картах Таро. По системе Райдера Уэйта. Либо вопрос индивидуальных консультаций. То ссылки на мои контакты вы традиционно можете найти под любым из моих видео. Либо в шапке YouTube канала. Пусть неделя будет легкой и продуктивной. Я с вами не прощаюсь. Еще услышимся.